приветствую тебя мой дорогой друг на моем канале рад провести это время в разборе божьего слова сегодня я сразу хочу приступить или можно даже сказать продолжить блок тем связанных с обновлением разума и сегодня я хочу коснуться таких понятий как прославление и благодарение и показать что они делают на самом деле какую великую силу и роль они играют в жизни духовного человека вообще хочу сказать что знаете апостол павел во втором послании коринфянам 11 главе 3 стихе сказал такие слова но боюсь чтобы как змей хитростью своей не прельстил еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во христе в этом стихе содержится очень важный смысл и послание для новозаветнего христианина верующего человека каким-то образом апостол павел проводит параллели верующего человека потому что письмо обращено к церкви обращено к духовным людям и он проводит параллель с женщиной первой женщиной которая имела диалог со змеем в эдемском саду в результате этого разговора дьявола с евой павел говорит что ее ум он повредился и здесь написано что он прельстил еву дальше когда мы знаем эту историю что когда пришел господь для того чтобы выяснить что произошло или как бы сделать свое заключение заключение было простым его умерла духовно и так чуть-чуть подведу итог первому вот этому выводу значит у евы все было просто эти люди первые адам и ева они имели в своем распоряжении все они владычествовали они были по сути отражением нашего небесного отца нашего творца они были в свое в известном смысле в трезвом здравом смысле они были богами на земле и вот пришел змей что-то сделал с разумом евы и здесь написано что она прельстилась и результатом этого явилась духовная смерть и так через разум через поврежденный разум внутри нее появилась смерть что произошло потом с человечеством вы все хорошо знаете и вот апостол павел говорит боюсь чтобы с вами новозаветными верующими не произошло то же самое что имеется ввиду новозавет не верующий это возвращенный образ божий это опять таки человек который уподобился в своей духовной сути нашему господу иисусу христу божьему сыну это означает что теперь у тебя снова все есть подобно тому как адам имел владычество в своей жизни тебе возвращено это владычество через смерть и воскрешение иисуса христа и апостол павел говорит таким образом теперь вы снова чисты теперь вы снова как боги теперь вы снова дети всевышнего иисус христос он сделал это или как и в другом месте писания говорится восхотев отец родил тебя словом истины то есть послал иисуса христа и ты был рожден духовно и теперь он говорит снова за ум он говорит но боюсь что как не было как было с евой а как было севой точно так же она была детям всевышнего она была его творением чистым непорочным и владычествующим и пришел змей точно так извините может быть за такой юмор я скажу что этот змей по сей день ползает по земле и пытается что сделать апостол павел горит повредить ум человека повреждение ума как говорит здесь апостол павел происходит из-за уклонения простоты во христе и вот сегодня именно за эту простоту во христе я по сути дела говоря и хочу сказать что такое простота во христе в римлянам 1 главе 21 стихе апостол павел учит опять он возвращается и начинает учить за ум за наш наше сознание и вот он говорит о каких-то людях 21 стих но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили но осуетились в умствованиях своих и омрачилась несмысленное их сердце и вот здесь практически объясняется целая цепочка шаги как происходит вот это повреждение ума и последующая духовная смерть человека здесь говорится о каких-то людях которые познали бога мы сейчас не будем углубляться в то кто эти люди и каким образом они его познавали там говорится чуть чуть выше о том что они бог им открылся через рассматривание творения иными словами каким-то образом эти люди получили познание бога и здесь говорится что они познали бога но не сделали две вещи они не прославили его и не возблагодарили прославление и благодарение бога подразумевает собой то первоначальное состояние когда у человека есть все знаете когда у тебя есть все тебе по сути дела говоря и остается только прославлять и благодарить но здесь написано что эти люди они вдруг начали суетиться в своих размышлениях сегодня я хочу сказать сделать такое заявление что люди начинают суетиться в своем уме когда они не понимают что им у них уже все есть и все дано именно это стало делать его в эдемском саду когда змеи сказал у тебя чего-то нету и я могу сделать так что у тебя будет больше и тогда его начала суетиться она начала что-то умничать что-то начала размышлять вместо того чтобы продолжать благодарить бога еще раз говорю когда у тебя есть все тебе остается только прославлять и благодарить и это связано с твоим разумом сегодня я хочу тебе это показать как противоположное действие прославлению и благодарению здесь говорится что эти люди осуетились в умствование в новом переводе это звучит как вместо этого погрязли в пустых рассуждениях я хочу сказать что именно в эти рассуждения змеи втянул еву он сказал давай поразмышляем он сказал неужели ну знаете как втянул в диалоги он сказал смотри знает бог что что когда у вас откроются глаза то есть он сказал глаза у тебя на самом деле закрыты на самом деле ты многого не знаешь на самом деле тебе бог не все дал это то что дьявол сегодня делает и продолжает делать в церкви он приходит в лице разных учений проповедников разных учителей и говорит тебе надо что-то получить от бога рождаются целые учения рождаются целые книги как получить от бога как найти вы молить что-то как что-то выпросить у бога как заставить бога действовать вы слышите вот эти названия не все время на слуху или есть еще такие термины как высекать что-то знаете как выжимать что-то добывать что-то и вот эти все учения вот это вот это вся на эти политика церкви направленная на то чтобы получить от бога на самом деле не что иное как вот как здесь написано прельщение евы прельщение человека когда он вместо вот этих двух пунктов прославлять и благодарить вдруг начинает думать как ему заполучить то чего у него нет еще раз давайте вернемся к прославлению и благодарению сегодня я хочу вам показать обратную сторону вот этих двух понятий здесь написано осуетились в умствовании что означает термин осуетились дословно суета это пустота таким образом когда человек начинает думать что-то еще кроме прославления благодарения бога когда он начинает думать как мне что-то добыть от бога по сути дела говорят что происходит с его разумом его разум начинает вместо наполнения через благодарение прославления опустошаться сегодня я слышу учения когда говорят там не думай до опустоши свой разум отключи мозги или так далее и тому подобное я не устану никогда об этом говорить это сатанинские учения это лжеучения на самом деле если вы посмотрите вокруг на все религии которые только существуют с таким понятием как медитация любая медитация во всех религиях практически связано с опустошением разума например посмотрите восточной религии когда призывается опустошать разум чтобы какая-то субстанция могла в тебя втекать там вытекать по сути согласно христианскому вероучения это демонические духи никакой безликой энергии не существует и это происходит через опустошение разума позволю себе сказать что христианская медитация она имеет прямо противоположное значение она имеет значение усиленное размышление над словом божиим и это подтверждается еще ветхозавет не заповеди когда говорится возлюби господа бога всем разумением своим иными словами твой разум должен быть занят богом и когда здесь приводится пример прославление и благодарение это то что отвечает за наполнение разума я тебе объясню как это работает когда ты хочешь бога за что-то благодарить первое что ты начинаешь себе приводить на ум это за что его благодарить таким образом вспоминая все его дела к этому призывает практически библия на протяжении всей истории человека говорит будем вспоминать его дела вспоминать дни древние что он сделал для нас что он нам дал и особенно это нужно делать в тех сферах где ты видишь поражение то есть когда ты видишь у тебя например нету там финансов да ты начинаешь ты начинаешь вспоминать и благодарить бога что он тебе все дал что он твой обеспечитель что он твой кормилиц что за эти вслед за этим приходит приходит светлая радость во внутрь когда ты начинаешь заботиться и суетиться думая что бог не обеспечивает тебя происходит следующее говорит осуетились в умствованиях своих иными и написано и омрачилась несмысленное их сердце хочу обратить ваше внимание дорогие друзья смотрите здесь написано что эти люди познали бога в двадцать первом стихе написано но как они познав бога не прославили его как бога здесь говорится что их сердце омрачилась то есть люди познавшие бога мы сегодня говорим о таких понятиях рождение свыше наполнение духом и люди говорят иисус живет в моем сердце он дал мне новое сердце и эти люди тоже они говорили что познали бога но поскольку они его не прославляли не благодарили а начались в своей суете то есть в своем в своих заботах опустошаться в разуме их мозги оказались просто пустыми я сегодня знаете может быть скажу немножко резко или грубо но я хочу сказать пустая голова это предвестник черного сердца всегда когда твой разум не будет занят богом ты не сможешь никогда сказать что бог живет моем сердце и правда что он может жить в твоем сердце но твое сердце погрузится во мрак через пустую голову и здесь так и написано омрачил и омрачилась несмысленное их сердце какое последствие несмотря на то что эти люди познали бога все началось с мозгов продолжилось сердцем вылилось в поклонение человеку дальше там написано стали поклоняться творению вместо творца всегда человеку у которого мрак в сердце несмотря я сегодня говорю а если он верующий если у него мрак сердце через пустую голову каким бы он не был верующим следующее что он сделает это он начнет искать себе поводыря мы все время говорим об этом поклонение человеку он начнет искать спасителя как будто не было спасителя понимаете дорогие друзья когда человек ищет спасителя это значит что как будто не было спасителя но называть его верующим значит спаситель был вот библия говорит об этом несмотря что ты познал бога если ты опустошаешься в своем разуме мрак приходит сердце и тогда ты бежишь снова искать спасителя но поклоняться человеку это опасно мы сегодня удивляемся думаем откуда берется в духовной среде в церкви вот такие ужасающие грехи да какие-то извращения какая-то злоба какие-то страшные вещи вот в римлянам первой главе вы можете взять и перечитать там много целый список страшных дел которые творят люди и просто эти стихи обычно зачитывают подразумевая что это речь идет о каких-то ну грешниках каких-то язычников но здесь весь вся эта глава говорится о людях которым было открыто познание бога и так послание павла они упоминают такое явление как тщетная благодать скажите познание бога разве это не дар это бесплатный дар бог написано открылся неискавшим не вопрошавшим о нем иногда человек даже не искал бога но бог сделал так что ему открылось и вдруг этот человек считает что теперь когда у него бог сердца вы слышите часто в религиозной среде люди говорят иисус моем сердце иисус моем сердце это вообще сейчас не вопрос современности в твоем ли сердце находится иисус это вопрос для грешников это вопрос для тех кто еще не принял духа святого сегодня для верующего человека важнее живет ли бог в его разуме в сердце он поселяется по благодати ты ничего не сделал для того чтобы он поселился в сердце но римлянам 1 глава о 28 стих говорит за то что они не заботились иметь бога в разуме сегодня не так важно уже когда ты принял духа святого по благодати когда ты принял христа в свое сердце тебе уже не надо знаешь как некоторые говорят я забочусь чтобы бог был моем сердце все он уже в твоем сердце и он сказал не покину не оставлю он будет том сердце сколько ты будешь жить до седины до смерти до старости но есть требования бога он говорит я как бы хочу жить еще и на втором этаже и этот этаж это твой разум он говорит здесь апостол павел он говорит за то что не заботились иметь бога в разуме предал их бог то есть он оставил их грешить и они горят сами в себе имели должное возмездие найти когда человек позорить свою жизнь вот этими умопомрачительными грехами извращениями это уже наступило возмездие и поэтому сегодня верующему человеку гордиться тем что бог живет в его сердце найти за то что ты принял святого духа и это отличает тебя от других людей это глупо на самом деле гордиться благодатью это глупо сегодня если бы чем-то можно было гордиться найти чем-то можно было хвалиться еще написано об этом ветхом завете говорит бог хвалящийся хвалить тем что знает и разумеет меня говорит господь недостаточно только знать нужно еще и понимать бога и за это отвечает наш деятельность твоего ума и здесь говорится как сделать так я сейчас знаете поговорил чуть-чуть о негативной стороне вот это опустошение в разуме влечет мрак в сердце влечет поклонение человеку влечет грех если какой-то человек знаете сегодня превозносит кого-то или идет за кем-то или знаете как на его устах я уже говорил об этом раньше он всегда будет находить найти какой-то грех всегда будет находить какую-то грязь всегда будет находить какую-то злобу что же является обратной стороной я сейчас хочу сказать за радостные вещи за прекрасные вещи здесь говорится о что если ты осуетился в уме то приходит мрак сердца значит иди от обратного если ты в своем уме наполнен осознанием благодарности богу за что что тебе все дано вся власть возвращена что ты новое творение и сегодня когда я об этом говорю может кто-то скажет но мы это и так знаем вы знаете что я хочу сказать что апостол павел он призывал все время назидать себя псалмами словословиями поя и воспевая в сердцах наших господу и говорил что это назидает людей и я хочу сказать что она на самом деле так и есть еще раз говорю для того чтобы прославить бога недостаточно просто спеть ему какую-то песню для того чтобы поблагодарить бога надо как минимум вспомнить за что ты ему благодарен и что он сделал я тебе хочу сказать что когда ты начнешь шаг за шагом мысль за мыслью с настроен с таким настроением благодарить бога за то что у тебя все есть осматривая весь круг твоей жизни все сферы даже если где-то есть еще какое-то поражение или тьма это только потому что ты еще в своем разуме опустошен в отношении этой сфере что такое опустошен ты суетишься в этой сфере ты не благодаришь обратная сторона чтобы не суетиться в разуме вот этот стих он говорит прославляй и благодари ты можешь сказать но у меня еще в жизни я не вижу что в этой сфере есть за что благодарить бога я тебе хочу напомнить этот мой один из моих любимых стихов библии филиппийцам 4 глава 6 7 стих здесь говорится не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве прошение с благодарением открывайте свои желания перед богом с благодарением открывать свое желание перед богом в той сфере где у тебя еще есть вопросы благодарение говорит о том что хотя глаза твои еще видят может быть что-то обратное но твое сердце говорит тебе и библия говорит тебе что в этой сфере у тебя все хорошо и все дано что бог обо всем позаботился ты не просишь у бога как человек у которого нет ты благодаришь как человек у которого есть и здесь написано что дальше произойдет и вот то что здесь написано это есть обратная сторона вот этого омрачения сердца а есть хорошее дело и здесь говорится и мир божий который выше ума знаете который выше умствование который выше твоих забот об этом здесь написано соблюдет сердца ваши и помышления во христе иисусе первый признак того что ты действительно уже осознаешь что в этой сфере есть ответ здесь написано приходит мир мир божий который выше всякого ума знаете что-то такое это когда он видит еще проблемку а уже мир божий пришел на тебя и что происходит мысли соглашаются с тем что все бог тебе уже дал что все есть здесь говорится мысли помышления да и сердца соблюдаются во христе все мы видим обратную позитивную потрясающую реакцию правильного исповедания и мыслей если там сердце омрачалась из-за того что ты суетился в уме здесь тебе достаточно открывать свое желание кто-то меня спрашивал если желание неправильное все равно открывает а желание иногда мы не знаем правильное желание или нет вот для этого и говорится здесь не написано дорогие друзья открывайте правильные желания вы знаете я уже когда-то это говорил и напомню каждому кто меня сейчас слышит однажды в моей жизни было было тяжелое время и святой дух в этом тяжелом времени проговорил мне такие слова он сказал ты знаешь что ты открываешь мне святые желания которые даю тебе я а не святые желания ты со мной не обсуждаешь ты говоришь о них с бесами и и так будет всегда если ты не открываешь свои желания перед богом ты все равно и где-то откроешь нам иногда стыдно говорить какие-то желания неправильные или может быть сомнительные перед богом и за их в догонку к этому мы получаем омраченное сердце и здесь написано открываешь свое желание перед богом и мир который выше всякого ума и мысли твои соблюдет и сердце твое соблюдет еще и когда благодаришь в итоге получится так как надо для твоей жизни или наоборот если ты идешь свои тайные какие-то желания может быть сомнительные с богом не обсуждаешь что происходит ты пойдешь их обсуждать с демонами говорить об этих желаниях в своем уме в темном углу вот так и это называют и произойдет плохие произойдут плохие вещи поэтому смотрите дорогие друзья все начинается с ума одна женщина меня недавно спросила она говорит вы знаете у меня депрессия у меня депрессия я не могу одолеть может быть это какой-то демон может быть это какой-то дух нечистый прицепился ко мне и знаете по привычке мне хотелось помолиться за эту женщину выгнать какого-то духа депрессии там уныние там и так далее и эта женщина она очень хотела избавиться от этого преследующего и и духа и я вижу очень часто верующие молятся друг за друга и говорят духу ныне дух депрессии там дух чего-нибудь там еще найти выйди из него однажды святой духа мне показал слова иисуса христа в писании когда он говорит должно всегда молиться и не унывать с тех пор я понял что дух уныния или называйте это как просто именем до уныния уходит от молитвы я сказал и на самом деле если вы чувствуете внутри тьму то скорее всего что-то с вашими мыслями не в порядке показала и вот эту истину которую сегодня говорю вам и говорю давайте просто вы возьмите и как здесь написано прославление и благодарение которое заставит вас вспомнить что бог для вас все сделал у вас все есть это приведет ваше сердце в состояние света знаете как есть еще такая истина в писании когда говорится что нужно ходить во свете а как ходить во свете знаете новое сердце оно должно быть содержаться во свете точно как мы видим что познавшие люди бога они могут ходить во тьме апостолом говорит что кто ходит во тьме там ну не любит брата своего тот ходит во тьме найти есть брат это говорит что есть духовное родство но если он не ходит во свете то он говорит он ходит во тьме раз не любит его Точно так и здесь. Независимо, рожден ты свыше или не рожден, ты можешь ходить во свете, потому что какие мысли у тебя, такой и ты. Вот это так и получается. Сердце новое, но погружается во мрак, и ты становишься просто как неверующий. И между вами нет никакой практической разницы. Апостол Павел говорит, не плотские ли вы? Младенцы и плотские, он как через запятую пишет, говорят, что это практически не отличается. И хотя новое у тебя сердце, но ты его погружаешь во мрак через неправильные мысли, суетишься. Сегодня я хочу тебе сказать в заключение, дорогой друг, прославление и благодарение. Это два действенных инструмента к тому, чтобы твой разум, он был заполнен и сердце твое содержалось во свете. Встаешь ты с утра или ложишься ночью, всегда благодари Бога. Никогда не прибегая к таким общим фразам, Господь, благодарю тебя за все. Постарайся перечислить, это все приведет твой разум в состояние напоминания. Как мы говорили уже, что напоминание это ключ к тому, чтобы обновлялось сознание. И благодарение это лучшее, что может быть. Прославление это лучшее. Когда ты благодаришь Бога, всегда подумай, за что я его благодарю. И говори в соответствии с тем, что тебе известно. Говори о том, что ты новое творение. Я благодарю тебя, что ты усыновил меня. Благодарю тебя, что ты возвратил мне могущество. Благодарю тебя, что я теперь все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Благодарю тебя за то, что ты вернул мне обеспечение. Что однажды я был отрезан от этого, а теперь ты меня обеспечиваешь. Благодарю тебя за мою устроенную личную жизнь. Да, но там еще не устроено. Благодарю тебя, потому что ты устроил И мой разум, он должен так понимать Знаешь, что начнет происходить? Твое сердце начнет посещать сильная радость Прямо свет будет приходить Возможно, в какой-то момент твои мозги будут противиться Говоришь, что ты говоришь? Ты посмотри, в чем ты живешь Но если ты не остановишься, дорогой друг Я тебе хочу сказать, что эта радость Она прилепится к твоему сердцу Ты станешь очень позитивным и радостным человеком И самое главное Дальше следует вопрос поклонения Чем ближе ты будешь Чем больше ты будешь ходить во свете Через вот эти вещи Как там написано, что если сердце во тьме То поклоняются твари вместо Творца Ты начнешь с радостью поклоняться Богу Поклонение Богу, дорогой друг Это сама жизнь Все творение, оно поклоняется Богу Оно прилеплено к Богу И когда ты начнешь поклоняться Богу Чем меньше тебе нужны будут какие-то подпорки Какие-то люди Какие-то обстоятельства Ты будешь таким целостным Ты станешь человеком, который не бегает в поисках Какого-то спасителя Какого-то нового мессии Какого-то поводыря Ты будешь человеком, который будет на сто процентов Говорить как Иисус Я живу Отцом Меня часто, когда я так говорю, спрашивают И прямо тебе уже ни пастор не нужен Никто тебе не нужен Тебе на самом деле не нужен будет пастор Ты будешь просто с пасторем делать общее дело То есть поменяется полностью формула отношений Тебе захочется быть, знаешь, как со-пасторем Со-работником Сотрудником А не просто, знаете, вечной какой-нибудь больной овечкой потерянной Которая жалуется, говорит Обо мне не позаботились Меня не покормили Мне нужна пища Знаете, люди, которые поклоняются Богу И знают, как это делать Которые следуют за Богом Которые благодарят Его Они вечно сытые Иисус же сказал, что тот, кто будет иметь источник Не будет жаждать никогда В Ветхом Завете было предсказание Говорит, будешь как телец упитанный Ты будешь на самом деле чувствовать эту целостность Такое, знаете, превосходство внутри Радость и позитив Это будет расходиться от тебя к другим людям И тогда ты в этот момент спросишь Так, неужели мне кто-то нужен еще? Неужели мне нужно схватиться за чью-то руку Чтобы мне показали путь? Ведь библейское пророчество говорит о том Что никто не будет учить друг друга Познайте Господа Потому что все от мала до велика Будут знать Меня Говорит Господь Итак, я возвращаюсь к началу, дорогой друг Прославление и благодарение Прославление и благодарение Это то, что отвечает за целостность твоего ума Как апостол Павел говорит Смотрите, не уклонитесь от этой простоты Вот эта простота и включает в себя Просто благодари Просто прославляй Бога Исповедуй, что у тебя все есть на те сферы Где у тебя еще глаза видят проблемы И ты не попадешь, как Ева Ты не встрянешь Ты не умрешь внутри Тебе мрак не сойдет никогда в твое сердце Ты будешь очень защищен Я желаю тебе, дорогой друг, усвоить эту истину Встаешь ли с утра Ложишься ли ночью Прославляй, благодари Бога За конкретные вещи Посылай это благодарение в те сферы Где у тебя сегодня еще, может быть, есть Какие-то потрясения Какие-то проблемы Ты увидишь, как все цвести начнет у тебя Желаю тебе успеха в этом деле Мой дорогой друг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok